Итак, вновь восстановление справедливости. Как в садоводстве, когда отходы жизнедеятельности используются в качестве удобрения для чего-то полезного, так и я иногда созерцаю наличие под моими видео каких-то тупых комментариев, соответственно, вижу, что нужно разобрать какую-то важную тему. Итак, Гиперборея. Ну, относительно рота и Гипербореи, северного континента, тут уже особо сказать-то и нечего. Я писал на эту тему тексты, рассказывал это все в видеозаписях, делал отдельные видеозаписи с тем, что, да, согласно ведическому знанию, согласно, допустим, картам Меркатора и согласно другим источникам, в древности на Северном полюсе, в Северном Ледовитом океане существовал Северный континент, который назывался в ведической традиции Ротая, который имел свои названия в других системах знаний и верований народов. В частности, в греческой мифологии тот континент назывался Гиперборея. Но, тут не все так просто. То было в глубокой-глубокой древности. Однако, греки, как сказать, они жили не в древности. Вообще, наверное, для современных людей кажется, что, ну как назывались греки? Ну, они назывались древние греки. Но, вот только нет. Древние греки не были древними для себя. Древние греки, как и нынешние греки, как и нынешние британцы, украинцы, так кто угодно, поляки, японцы и любой другой народ не воспринимает себя древним. Как сказать, сейчас прошло с времен древних греков почти 2,5-3 тысячи лет. Вот, с времен самых древних греков. С времен более уже поздних греков прошло 2 тысячи, полторы тысячи лет. Это не то, чтобы очень много по историческим меркам, но это дает основание уже и современным грекам, и другим современным народам воспринимать ту историю, воспринимать тех греков как древних. На времена, когда те греки жили, они считали себя прогрессивными. Они только переселились, вот самые древние греки, они только переселились, соответственно, чуть ли не с Прибалтики в свой регион. И они осваивали эту землю, они учились мореплаванию в Средиземном море. Они даже, я несколько неправду сказал, что они все переселились в Прибалтики. Дело в том, что греки как таковые сформировались уже на территории Греции. Но некая часть народов с Прибалтики вот как раз и переселилась на территорию Греции и стало там уже известно как Ахейцы, Дорийцы и прочие. И Онийцы, те же самые. Поэтому для именно древних греков время их жизни было новым временем. Они не считали, что они живут в древности. Наоборот, они пришли и видели в Древней Греции какую-то реально древность. Они видели, что до них там были какие-то другие народы. Как сейчас Кляров и такие, как он, лазая по миру, постоянно говорят, о, это, наверное, протоцивилизация этих самых анунаков. Ну, потому что здесь же некому, соответственно, что-то строить. Все это у нас анунаки, все это у нас палеоконтакты, инопланетяне на земле пирамиды строили и так далее. Храмы мегалитические. В принципе, у греков, скажем так, их местные скляровы, греческие, для нас древнегреческие, для них просто их современные скляровы, такие, как тот же самый Гомер и подобные ему. Они все это приписывали циклопам. Они говорили, что, ну вот, нереально же человеку такие огромные сооружения строить. Наверное, здесь были некоторые такие странные существа, циклопы, и они строили вот это все, потом их покарал Зевс, и они исчезли. Ну, некоторые считали, что нет, циклопы остались частично жить среди людей, и где-то на далеких островах они вот там существуют, и надо быть осторожными. Потому что, да, в тот момент греки, когда сталкивались с кемерийцами, кемерийцы их очень активно отгоняли от Северного Причерноморья. Был древний Египет, была Ассирия, которая очень быстро взяла греков на службу себе. То есть, во времена древних греков, во времена древних греков, они были молодыми пришельцами в древнем мире. Сейчас я пришельцы сказал не в плане инопланетяне, а в плане того, что они пришли с фактически территории нынешней западной Польши и восточной Германии отчасти. Они пришли вот на территорию Греции, то есть, чуть ли не с Прибалтики, вот реально, некоторые из них с Прибалтики, пришли на территорию нынешней Греции, поселились на побережье. Сразу начали смешиваться с финикийцами. Причем частично смешиваться, частично просто подсматривать у них и учиться. Это были достаточно сложные времена. И греки, вот с тех времен, и в более поздние времена греки также отмечали наличие некой гипербореи в их времена. Не где-то, когда-то, а именно в их времена. То есть, если внимательно относиться к греческой мифологии, нужно разделить, однозначно разделить и никогда не смешивать вообще две гипербореи. Две разные гипербореи, которые не особо, чтобы и были связаны. Гиперборея, которая находилась на северном полюсе, это одно. Это одно. Гиперборея, которая находилась просто за северным ветром по отношению к грекам, это другое. Относительно того, в общем-то, каким был северный континент, какой была вот та самая северная именно гиперборея, греки уже, так сказать, помнили очень смутно, очень очень так отдаленно. Но греки хорошо знали, что в их времена существовала современная им гиперборея, просто которая находилась чуть севернее от них, находилась за Карпатскими горами. В отличие от вот той гипербореи, которая находилась далеко-далеко, современная грекам гиперборея находилась всего лишь за Карпатскими горами. И если подписать вот, ну, или взять просто карту Карпатских гор, карту Европы, сейчас же с изучением всего такого еще проблема в том, что люди плохо знакомы с географией, люди плохо знакомы с историей, люди не хотят учить ни географию, ни историю, люди хотят быть христианами, не открывая Библию, люди хотят быть супервидистами, чуть ли не волхвами, не открывая никаких текстов по изучению вед. Это проблема и современного родноверия, и современного христианства, и современной поп-культуры. Я, например, годами предлагал Хиневича, Трехлебова, Чудинова всяким и разным и тем, кто типа духовно развивается, и тем, кто вообще однозначное, так сказать, деструктивное начало. В любом случае всем им я предлагал вот есть веды, можете изучать веды. И, как сказать, они даже с большей вероятностью как-то могли согласиться, что типа ну давай как-то что-то вместе типа это самое, но типа не лезь к нам со своими ведами. Давай там взаимопорекламируемся, может, давай там что-то совместное сделаем, если так уж хочешь. Но вот изучать зачем нам твои какие-то веды, там наши книжки давай читай. То есть они вообще вот эти все персонажи, которых боготворят нынешние родноверы, эти все персонажи вообще ни разу не хотели в глаза видеть веды и знать, что это такое. Потому что ну реально зачем им, если оно им не нужно? Зачем им соответственно то, чему они не видят никакой ценности? Это для них просто лишние данные. Для них даже не было никогда принципиального принципиальной какой-то разницы. Реально ли типа каким-то путем у меня сохранились ведические какие-то данные? Или типа я их подделал? Или еще как-то так? Сами они свои всякие типа веды Хиневича в лунную ночь или какие-то переводы чудиновских камней Макоши в храме дохлого ежика они всегда это конечно же подделывали и для них по сути дела ну подделали ну и что зато прикольно звучит зато так сказать то что надо типа подделали как они считают поэтому в общем-то если бы у меня все материалы были подделаны но если бы они более сообразно их мышлению звучали они бы это может быть даже захотели бы как-то не говорю принять но по крайней мере как-то с этим ознакомиться как-то может быть тоже на это ссылаться и такие вот они свою дурку доносят до своей паствы и типа они бы сказали а знаете не только мы свою дурку доносим до своей паствы вот есть еще один человек который схожую дурку доносит поэтому значит мы правы вот такие какие-то ссылки друг на друга они делают без труда и на меня бы сделали но оно мне не надо я им предлагал реально изучать веды я поначалу как сейчас я понимаю по глупости и наивности надеялся что изучение истины для них имеет хоть какую-то ценность но я ошибался я сожалею однако однако я годами изучаю все эти материалы я годами ездил по музеям по разным библиотекам конечно же учился у своего духовного учителя который сохранял наследие рахманской традиции конечно же осмыслял годами это все наследие сейчас в данном видео я показываю и материалы из википедии и карты из википедии и показываю наложение и соотношение всех этих карт и какие-нибудь снова же такие товарищи могут такие сказать ну слушай зачем это нам все надо мы тут хотим веды дохлые чебурашки изучать во имя барабашки потому что ну типа ну давай вот уникальное что-то давай там это а другие соответственно будут писать глупости как некое фекалоумное создание которое опять писало под моими видео гадости и в частности писало о том что типа Украина это не Украина Россия родина слонов и в общем-то и в общем-то гиперборея тоже была где-то на севере Руси вот эта формулировка кстати гиперборея где-то на севере Руси это такая формулировка что после нее уже слов нету я созданию пишу ну поизучай хоть какие-то первоисточники создание глупости пишет а типа зачем ей первоисточники вот она каких-нибудь этих чудиновых с хеневичами наслушалась и у нее гиперборея на севере Руси при этом основа же а что есть север Руси как бы где север Руси для этого вообще нужно понимать что есть Русь для того чтобы понимать что есть Русь снова же нужны первоисточники нужно эти первоисточники читать нужно эти первоисточники осмыслять нужно вообще хотя бы для начала знать что они есть потому что да первоисточники Есть первоисточники о гипербореи конкретно греческие, и в этом нет ничего плохого. Греки сохранили много аспектов памяти о именно общечеловеческом и индоевропейском наследии и о первых, соответственно, каких-то этапах расселения. Правда, кое-что греки сохраняли в виде мифов, кое-что потом греки сохраняли в виде мифоисторических сказаний. Я обо всем этом в разных соответствующих тематических видео рассказываю. Я рассказываю, как, допустим, данные из Шахнаме, или из ведических источников, или попросту исторические данные соотносятся с тем или иным мифологизированным аспектом истории, который присутствует в греческих источниках. В частности, гиперборея, которая была современницей греков, находилась от греков за Репейскими горами. Вот это важно отметить, вот это важно запомнить. Греки, греки на времена своего существования не писали о том, что современная им северная гиперборея, которая на северном полюсе. Греки не писали абстрактно о каком-то севере Руси. Греки, если вы внимательно смотрите за тем, что я показываю на данном видео, я показываю подписанием, что есть Репейские горы для греков, и показываю ареал греческого расселения. Вот это два важных нюанса. Ареал греческого расселения – это Эгейское море. Да, сейчас слово Эгейское, наверное, будет ассоциироваться с геями, не знаю, может быть, с Экающим Путиным, может быть, еще с чем-нибудь. Не надо так делать. Эгейское море происходило от имени Эгея, древнегреческого персонажа мифологизированной истории. Никакого отношения ни к геям, ни к экающему Путину он не имел. Греки жили на, собственно, побережье того, что сейчас называется Грецией, и на западном побережье того, что сейчас называется Турцией. И для греков Север – это не Архангельская область Российской Федерации, для греков Север – это даже не Скандинавия. Для греков, самых древних греков времен начала их существования, это где-то 1700-е годы до нынешней эры, 2700-е годы назад. Для вот тех древнейших греков, когда они переселились уже на территорию Греции и сформировались там из переселенцев и автохтонного субстрата в некий более-менее монолитный народ, для этих греков северными горами были, в общем-то, Балканские горы. Ну, даже, как сказать, Северо-Балканские горы... Ну, если вы смотрите на карту, вы не увидите, где они отделяются от, соответственно, Карпат. Если вы смотрите на физическую карту, вот чисто на физическую карту Европы, вы можете заметить, что, соответственно, от Западной Польши до, фактически, Южной Болгарии тянется некая такая извивающаяся штука. Эта штука, это горная штука, это горы. Вот можно называть эти все горы одним и тем же названием, можно разделять их и говорить, что там у нас типа то-те горы, тут у нас типа это-эти горы. Тут от перемены мест слагаемых суть не изменится. Существует некая возвышенность. Существует некая возвышенность. И вот для самых-самых древних, в общем-то, даже Балканские горы были вот теми самыми Репейскими горами. Позднее, ну, еще на некоторый период Радобские горы, в общем-то, и были Репейскими горами для греков. Тоже нужно понимать, что греки воспринимали не по современным географическим определениям, а греки воспринимали по факту. Греки жили в своей ограниченной части, где они жили. И то, что севернее от них, то, что намного севернее от них, для них и то, что горы для них, вот это и есть северные горы. На географической карте Европы видны вот эти самые горы, которые идут, некая возвышенность, некие географические объекты, которые идут фактически от чуть ли не Дании, от Балтийского побережья. Дальше они спускаются, дальше они огибаются, по сути дела это Карпаты, а дальше, как некий змей, изрыгающий пламя или высунувший язык, они вот спускаются к территории, уже где греки расселялись. Можно чуть по-разному эти территории атрибутировать, но так или иначе эти горы существуют. Греки, которые позднее жили на побережье, на побережье того, что сейчас известно как Греция, на островах Эгейского моря, и на побережье того, что сейчас известно как Турция, то есть, по сути дела, исконный ареал жизни именно греков, древних греков, как сейчас говорят. Это было побережье Эгейского и сопредельной части Средиземного моря. Базово они происходили из территории, фактически, Прибалтики, южнее Дании. И вот они даже в своем переселении фактически соприкасались с вот этими горами, они прошли на запад от этих гор. То есть, для греков это был реальный объект. Для греков это был объект, о котором они знали. И для греков это были горы, которые отделяли, в общем-то, известный, доступный им мир от чуть ли не мира хаоса, от чего-то далекого, от чего-то им чуждого, что они не знали. Снова же, какие-то такие деструктивные нюансы в качестве территорий, на которых проживали кемерийцы, это греки дописывали исключительно ввиду своего невежества, а когда у греков была возможность как-либо соприкасаться с кемерийцами и позднее с кифами, греки даже им весьма завидовали. Когда всем известный, ну, снова же, кому всем, тем, кто изучает эту тему, когда известный тем, кто изучает эту тему, Анхарсис, побывал на территории Греции, его сразу же записали в одного из величайших мудрецов. Так просто это не дается. С просто чего? За красивые глазки, как сейчас говорят? За что? Не за что. Потому что греки понимали его мудрость. Но сейчас чуть-чуть не об этом. Сейчас о том, что для греков Репейские горы, это были те горы, которые на север от Греции. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Не надо там искать, в этом случае не надо как раз искать никакого скрытого смысла, никаких там, не знаю, космических отсылок. Просто для греков есть горы, которые на север от них. Просто греки знают, что за этими горами находится народ гипербореев. Есть коррекция, что по меру того, как греки ознакомливались с окружающей их действительностью, по мере того, как, в общем-то, они начали активно путешествовать, как сначала Черное море для них было негостеприимным. Они его называли море негостеприимное. Позднее они его переименовали в море гостеприимное. Это уже когда кемерийцы покинули Северное при Черноморье. И когда, в общем-то, греки начали поселяться, как в тех городах, которые существовали, так и какие-то свои поселения рядом основывать. И постепенно это переросло в то, что греки в Северном при Черноморье имели свои города-государства. Можно спорить, полностью ли это греческие города, наполовину или как, но так или иначе. Позднее для греков Северное при Черноморье стало известным. Также греки позднее путешествовали в Италию, позднее римляне воевали с кельтами. И понятие «ерепейские горы» отдалялось. Если начально греки живут на побережье всего лишь Эгейского моря и оттуда смотрят на огромный враждебный мир, который их окружает, то дальше греки уже контактировали с фракийцами, с докийцами, и понятие «ерепейские горы» для греков отодвигалось. Поначалу это Родопы и отчасти Балканы, репейские горы. Позднее в большую часть вот именно классических Геродотов и всех остальных. Репейские горы это как раз те горы, которые отделяют Польшу и Украину от остальных частей Европы. Физически на географической карте Европы некую такую линию увидеть можно. Основой этих гор по сути основным горным массивом тут являются Карпатские горы. Ранее некоторые этапы для греков репейские горы были совмещение Карпатских гор и соответственно Альпийских гор, когда они знали, что вот и на север от Греции, и на север от Италии есть вот такие высокие непроходимые горы, за которыми живут какие-то страшные племена Гипербореев, Кельтов и всех остальных, а они вот тут на своих вот этих побережьях живут и в общем-то им хорошо вдалеке от этих всех гигантов, которые для них страшны и потенциально опасны. гигантов гигантах гигант Российской В основном это высшие, светлейшие боги, по сути, те, которые связаны со Всевышним. То есть это или греческие версии представления о Всевышнем, или какие-то ближайшие к нему божественные сущности. Аполлон гиперборейский, Артемида гиперборейская, Орес гиперборейский, Гефест гиперборейский, Гермес, также связанный с гипербореей. Все это как бы для греков было классикой. Сейчас, ну точнее даже еще не сейчас, еще в самой поздней античности, практически уже перед концом Римской империи, греки активно взаимодействовали, торговали с наследниками той самой гипербореи. Если вот для древнейших греков гиперборея была хоть и величественной, но иногда устрашающей и загадочной страной, позднее даже уже Геродот получал некие сплетни из гипербореи. И Геродот, в текстах Геродота, гиперборея это страна скифов, которые занимаются земледелием и жречеством. То есть, как бы Геродот связывал уже эти территории со скифами, дальше севернее там Неврида находилась, восточнее от гипербореи находились владения меланхленов, западнее находились уже, северо-западнее германцы, просто западнее кельты и так далее. То есть, эти территории уже позднее грекам были более-менее известны. И на конец античности греки знали, что да, там есть древние культурные религиозные центры, точнее даже не религиозные в современном смысле, но пока можно этот термин использовать. То есть, греки знали, что там есть древние центры, греки знали, что там есть, но какая как бы разница. Уже ореол мистической неизвестности для гипербореи был потерян. И Карпаты также уже более-менее потеряли ореол непроходимых северных гор. Поэтому самые поздние авторы античности, и то не все, те, кто следовали трактовке своих предков, они сохраняли понятие репейские горы за восточноевропейскими, в общем-то, карпатскими горами. Но другие авторы, которые опирались не на географию, а на обозначение репейских гор как далеких северных гор, в более поздние времена они уже начали отождествлять это с горами, которые, да, может быть, начинаются от Карпат, но дальше идут по Днепровской возвышенности и дальше уходят к Уралу. А еще более поздние авторы, и вовсе, не все, несколько штук, но были в действительности и античные авторы, которые начали, дали основание трактовки для отождествления репейских гор с Уральскими горами. И вот современные псевдоисторические деятели, отвергая все древнейшие пласты античной литературы и мифологии, мифоистории, истории, географии, отождествляют репейские горы исключительно с Уральскими горами, хотя это самая поздняя из трактовок. По древнейшим трактовкам, соответственно, репейские горы – это как раз Карпатские горы. Какое тут есть подтверждение из истории? Ну, например, если пользоваться теми же самыми материалами из Википедии относительно кимерийцев, да, кимерийцы связываются с гипербореей. И где жили кимерийцы по всей археологии, по всему? Можете смотреть на тех картах, которые я делаю про рисовки, можете смотреть, в общем-то, на, так сказать, общепринятых картах, которые взяты мною из Википедии. Я делаю про рисовки, которые, соответственно, более ориентированы на археологию, на артефакты. Я приводил разные карты в этом и в других видео, которые я изучаю, которые я осмысляю, с какими-то я согласен, с какими-то больше могу поспорить, но так или иначе. Начальная кимерия – это как раз северная причерноморья, или, говоря более правильно, это Украина, и прилегающие к ней территории, как западные, так и восточные. Соответственно, дальше кимерийцы переселяются на территорию Кубани, дальше на территорию Кавказа, дальше, соответственно, дальше. В это время на территорию Украины доминирующая династией становится династия Агатырсов, Дальше сюда заходит Скифская династия и делает этот регион своим столичным регионом, своей, по сути дела, столицей, своей основой, внутренней или малой скифией. В то время как скифы также начали вести экспансию и на юга, и на севера, и на востоке, и на востоках, в частности, они имели владение аж до Алтая и до Китая. Но базовая внутренняя скифия, скифия, в которой находились основные курганы, основные святилища, скифия, где жили цари скифов или царские скифы, ею была именно Украина. На некоторых приводимых мною картах меланхолены обозначены просто чуть восточнее, чем андрофаги. Будины и гелоны обозначены также впритык к андрофагам. Это неправильно. Андрофаги – это, по сути дела, территория нынешней Московии. Неврида – это территория нынешней Литвы и Западной Белоруссии. Там проживали неуры. Неуры – это тот же осколок кемерийцев или скифов. Ну, правильнее сказать, даже просто индоевропейцев. Ну, изначально скифов и кемерийцы вообще были в единстве. И изначально все это северная ведическая традиция, все это вьевычи, которые воевали с дьевычами, которые уже только потом начали между собой раскалываться. И вот те из них, которые не следовали поучениям Саагаста, те, которые как бы остались староверами и так далее, их назвали неврами. То есть, не следующими актуальной версией вероучения. Неуры, невиры, неверующие. Тут можно по-разному это трактовать. И вот археологически они обозначены как, соответственно, балты. Некоторые историки неправильно их помещают южнее достаточно. И андрофагов южнее. Хотя и те, и другие севернее. И да, на времена Геродота на территории нынешней Московии проживали андрофаги. Андросфагус – человекоед. Я это сейчас говорю даже не в какой-нибудь укор, а скорее в урок для россиян, что да, у них в предках андрофаги. И да, это обуславливает некоторую их кровожадность, но по идее это не заставляет их быть андрофагами. Дело в том, что я горжусь тем, что да, моими предками, предками нашего народа были кемерийцы, скифы, сарматы, киевская Русь. Я горжусь, что Украина, в общем-то, остается на исконной территории славянской прародины и отстаивает эту территорию и воюет со всякой нечистью. Но если бы было бы все наоборот, если бы андрофаги были бы нашими предками, я бы гордился не менее, только уже не достойным происхождением, а гордился бы тем, что, несмотря на то, что нашими предками были андрофаги, мы смогли в себе побороть эти негативные аспекты и, соответственно, стать на путь развития. Поэтому россияне могли бы не уподобляться, соответственно, андрофагам, а они могли бы развиваться и наоборот. Да, помнить, что среди их предков были и андрофаги. И сконно как-то так получилось, что россияне тяготеют именно доктринально, по крайней мере. Россияне тяготеют именно не к андрофаговским своим предкам, а они именно вспоминают Киевскую Русь. И, в принципе, если бы россияне не стремились подменить понятия и выдать именно себя за Киевскую Русь, а Киевскую Русь, то есть Украину, выдать за не пойми что, которое создал Ленин, то в том, что россияне лучшие времена в своей истории связывают с Русью и считают себя усыновленными детьми Руси, в этом даже нет ничего плохого, если бы они правильно к этому относились только. Поэтому, если бы россияне смогли перебороть в себе андрофажий геном, андрофажий геном, который находится у них в мозгах, который сейчас воплотился в виде совокупного такого проявления, как Путин, и если бы они стали на путь развития, это было бы не менее достойно, чем то, что мы являемся потомками, соответственно, исконного ядра индоевропейских народов. Да, мы являемся потомками исконного ядра, но вот мы уже больше года не можем россиян этих былых андрофагов от себя отогнать нормально. Конечно, и гордость, что все-таки мы держимся и не поддаемся, но, с другой стороны, вот и не можем их окончательно отогнать. Поэтому тоже некий нам, так сказать, минус. Если бы россияне смогли перебороть в себе андрофажий ген, андрофажий склонности, в этом был бы величайший плюс. Поэтому история не может быть негативной. История всегда всего лишь поучительна. История всегда всего лишь описывает то, из каких исходных позиций ситуация пришла в то состояние, в которое она пришла сейчас. Но, в общем-то, как идти дальше, выбирают люди сейчас. Те же самые греки, начально для них все Северное и, соответственно, Черное море, и Скифы, и Гиперборея, все было чем-то загадочным, все было чем-то странным. Греки были новым народом в среде древних народов. Те же самые анатолийские царства, какие-нибудь этруски, какой-нибудь Египет, какая-нибудь Осирия. Вот это все, что на момент прихода греков уже существовало, уже сложилось. А в некоторых случаях даже уже само пришло к упадку. Но греки со временем смогли освоиться на новой территории. И греки, несмотря на многие свои деструктивные действия, все-таки развивались, так или иначе. И все-таки их наследие сейчас известно миру. Вопрос к россиянам. Каковым будет их наследие? О чем будут вспоминать люди через две тысячи лет? О том, что сумасшедший карлик из бункера угрожал всему миру ядерным оружием? О том, что товарищ Терешин из глубин Удмуртии вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы делать что-то полезное, дрочил и говорил гадости на священнослужителя рахманской традиции? Или Елизавета Полуян будет коллективным, так сказать, обобщенным образом русской женщины? Или как? Ведь от того, что люди делают сейчас, от того, что делается сейчас, зависит то, что останется в будущем. Греки, которые начально были никем, которые во времена Геродота, самое северное, что знали, так это речку Танайс. Позднее уже сами жили в городе, который был на реке Танайс, нынешний дом. О городе Гелон греки слышали лишь понаслышке. Но позднее греки путешествовали и дальше. Греки развивались. Греки не довольствовались лишь наследием каких-то древних цивилизаций, которых они не знали, но на территорию которых они пришли. Греки писали, писали глупые, глупые и довольно тупые мифы во многом. Но некоторые мифы они специально старались писать, как некое поучение себе, как некую причину поразмышлять. Греки в лице Пифагора переняли идею любви к мудрости от персов. Ну да, они эту любовь исказили. Но все равно они пытались развиваться хотя бы как могли. И нынешняя Россия все, что может делать, это всего лишь паразитировать на том, что ей досталось от Советского Союза, в который помимо Российской Федерации входили и десяток других стран, даже больше. Все, что Российской и даже Советскому Союзу, но по большей части России досталось от побежденной Германии. Все, что Россия вывезла из Польши во времена раздела в Речи Посполитой. Все, что Россия вывезла из Финляндии, той же самой несчастной, которую они также пытались, ну одно время подчинили, а другое время вновь пытались подчинить. Российское, протороссийское, московское царство уничтожило Казань, Астрахань, Биармию, Новгород, Псков, Рязань, ту же самую, которую потом повесили на татаро-монгол. Российское нынешнее политическое руководство любит говорить о том, что Запад типа хочет загеноцидить русских, притесняет российский язык. Так Российская Федерация сама геноцидила свой народ так, как не снилось никому. За всю историю я не могу назвать ни одно государство, которое заходило на территорию Российской Федерации и геноцидило его настолько, чтобы там не оставалось народов подчистую. А где астраханцы? Где казанцы? Где пермяки, которые могут нормально говорить на исконном своем языке, которые знают свои летописи, которые знают, в общем-то, кто они, роду какового, племени какового? А где они? Нету. В Российской Федерации, да, доктринально сворована история и типа внешняя обвертка от Киевской Руси. Слегка это все пришпаклевано обычаями поздних европейских монархий, времен уже эпохи Возрождения и позже, когда Петр Первый копировал все, что мог. Но дух, глубинный дух в Москве остался андрофажьей, тот самый. От тех андрофагов, которые были северо-восточными соседями гипербореев, от тех андрофагов, которые с Востока постоянно доставали невров, которые иногда своими набегами ходили на Сармат, на Скифов, теперь Путин славным именем Сармат называет свое оружие уничтожения. Какой ужас! До чего, так сказать, русские, до чего Эрефия деградировала? Паскудя все, к чему прикасается, как царь Мидас, только не золотом, а с фекалиями. В греческой мифологии был такой царь Мидас, который, к чему бы ни прикасался, все превращалось в золото. Вот нынешняя российская политическая элита, Путин, как Мидас только наоборот. Все, к чему не прикоснуться, все портится. К сожалению. Но, но, не хочу на такой ноте заканчивать. От, как бы, только от вас зависит то, на какой ноте закончится или продолжится история Эрефии, ваша история, история человечества. Люди, давайте просыпаться, давайте делать праведное дело, давайте спасем человечество, давайте восстановим справедливость и порядок, давайте не дадим прийти искусственному интеллекту, который все угробит. Давайте почитать наследие наших предков и приумножать его. Давайте исправлять там, где наши предки допустили ошибки и не допускать ошибки в будущем. Во славу Всевышнего, по воле Всевышнего, истина сияет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!